Ну что, друзья мои, еще раз я поздороваюсь на всякий случай, хотя только что мы были с вами в прямом эфире. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ, сейчас его вторая часть, называется она «Бизнес-класс». И, собственно, сегодня мы обсуждаем достаточно серьезные, стратегические, я бы сказал, вещи. Тема такая, озвучена она пафосно, но это нормально. Что ожидает бизнес завтра, так мы назвали сегодняшний бизнес-класс. Будем говорить о внедрении инноваций в современный бизнес-процесс. Ну и прежде всего, с удовольствием я представляю моих гостей в студии бизнес-класса сегодня. Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления, пока полностью я произнесу, а потом будем сокращать, член правления открытого акционерного общества, российской венчурной компании. Добрый день, Евгений. Добрый день. И в студии бизнес-класса Александр Шульгин, общественный деятель, эксперт в области цифровых медиа. Добрый день, Александр. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть возможности следующие, цифровые практически. Это позвонить в студию по телефону прямого эфира 6510-99-6, код Москвы 495. Или написать на сайте, адрес которого finam.fm. Вот, собственно, все приготовления я сделал. И с удовольствием я хотел бы начать нашу беседу. Информационный повод некий, ну, как в качестве затравочки, да, мы будем говорить о том, что, что буквально скоро уже через несколько месяцев, с 31 октября по 2 ноября, будет проходить в Москве форум открытой инновации. Вот, так сказать, в качестве информационного повода, извините, я заговорился, мы его, собственно, с вами тогда и используем. Итак, Евгений, если не сложно, давайте с вас начнем. Что это за форум, о чем речь, насколько это интересно бизнесу? Форум открытой инновации, это форум, который проводится в Москве специально, чтобы на достаточно высоком представительном международном уровне обсуждать современные тренды в области технологий, в области создания и развития новых индустрий. Фактически мы хотим, чтобы Москва стала той точкой, где можно не только узнавать о самых современных трендах, но и дискутировать об их возможных социальных, экономических последствиях. Потому что далеко не все инновации внедряются, скажем так, мягко и комфортно. Некоторые инновации разрушают, так скажем, и устои, и привычки, и индустрии. И об этом все, конечно, надо заранее договариваться. В этом году форум будет действительно международным, потому что уже два государства подтвердили свое участие на уровне достаточно высоком. Будут первые лица, соответственно, это Франция и Финляндия. И мы надеемся, что это будет уже серьезная международная дискуссия о, скажем так, вызовах, перспективах, возможностях. Здорово. Я, если позволите, повторю ваши слова. Вы говорите, в Москве узнают об инновациях. Хотелось, чтобы в Москве еще обсуждали эти инновации. А дойдет до того, что в Москве будут делать эти инновации, будут непосредственно внедрять в бизнес инновации? Ну, в принципе, конечно же, у нас есть в России инновационные проекты и компании, которые, в принципе, производят хороший, интересный, заметный на международном уровне продукт. Хотя, конечно, пока еще очень рано говорить, что у нас уже сложилась инновационная экономика. И, соответственно, пока мы не то, чтобы даже догоняем, а скорее встраиваемся в глобальный процесс. И другие наши глобальные конкуренты, в кавычках, скажем так, Китай, Индия, европейские страны делают это значительно эффективнее. Это, конечно, проблема. И тут нельзя ни на одну секунду не уповать на лаврах прошлого, не расслабляться на том, что у нас есть деньги. Нет, надо очень много работать. Я понял. Александр, вопрос к вам. А что такое инновация, если можно, вот в двух словах расскажите нашим слушателям? Ну, инновации, то слово, которое сейчас звучит в медиа, пожалуй, одно из самых, вернее, одно из самых часто упоминаемых. И оно вызывает спорные моменты, порой, в обществе. Это то слово, с которым, в общем-то, общество живет всю свою сознательную жизнь. И даже не знало такого слова, но оно жило. Да, на сегодняшний день все нововведения, все новаторства нововведения называются инновациями. На самом деле, как бы мы это, я вот на своей жизни уже постоянно прохожу какие-то волны инновационного, технологического, научного, культурного развития, значит, и восприятия. Что является вашим ответе, скажем, Жене, в чем является, будет ли в Москве, будет ли то. То есть самая основная сейчас проблема в инновационном развитии в нашей стране, я вижу, это остатки, скажем, системы госзаказа Советского Союза, да. Когда госзаказ был, и все сразу же имплементировалось, да. На сегодняшний день массы не понимают, что такое инновационный продукт, они не, масс-маркет не получается, чтобы он сделал заказ, заказ инновационным институтам развития, научным, да, или, скажем, тем, кто делает какие-то продукты новые, да. То есть они между, их придумали, их создали, но на рыночное упаковать и предложить массам, да, порой не получается. То есть популяризация инноваций является на сегодняшний день самой основной проблемой. То есть если мы говорим о... Ну, у массы проблема какая? Вот эта костность, да. Понимание, понимание, понимание. Допустим, вот мы возьмем, допустим, система ГЛОНАСС, да, значит, как мы только... Лучше не надо после сегодняшнего события, да, лучше не надо брать эту систему. Качественный пример. Ну, хорошо, ладно. Вот, вот, а это хорошо как раз после сегодняшнего события, потому что существует, всегда существуют какие-то, скажем, у любой медали есть какие-то стороны, да, значит, у тебя получается, особенно когда ты занимаешься, новым продуктом, всегда получаются какие-то прототипы, которые нужно тестить и делать и все. Но должны быть существовать еще и объяснения того, что получается. Если ты масс-медиа или людям масс-маркета не даешь каких-то продуктов, в которых они понимают, как, где, зачем и почему это все делается, то свято место не бывает пусто, будет какие-то другие новости занимать это пространство. И мы будем видеть только вот такие новости со знаком, скажем так, вопроса, да, не минуса, потому что это еще нужно время и аналитику, то, что сегодня произошло или когда-то происходило. Но должны быть другие доступные новости, понятные людям. То есть не в профессиональной среде, понятные, когда встретились два айтишника друг другом. И понимают, о чем речь, да? И поняли о чем, да, и говорят, хороший продукт получился. А дальше-то что? И вот этот большой гэп между, большой разрыв между, скажем, придуманием, созданием продукта, да, и потом, как он пошел в массы, он есть. Допустим, спрос на, почему китайский развивается? Потому что спрос есть. Вот есть спрос вот на такое, да. Идет развитие. Спрос внутренний китайский. Внешний. Внутренний и внешний, да. Он существует, он идет, да. На сегодняшний день у нас не хватает институтов развития, объясняющих и учащих масс-маркет. Ну, возьмем какой-нибудь сервис, да. Вот возьмем наш знаменитый, сейчас его как только не упоминают, фильмы снимают, стартап Яндекс, да. Но ведь половина, даже не большая половина, 90% не знают о 90% сервисов того же Яндекса. Не знают, не знают, как пользоваться, не знают, что они даже существуют, понимаете. Они понимают, что Яндекс только поиск. Согласен. Евгений, а это чья проблема? Моя, что я не знаю? Или это проблема Яндекса, что он не может не объяснить, зачем он нужен? И помимо поиска я могу, действительно, там огромное количество всяких опций есть. Но Яндекс мне об этом не рассказал. Это, конечно, довольно общая проблема. И вот то, о чем сейчас идет речь, это, конечно, основная беда российских инноваторов, российских ученых и изобретателей. Это, в общем, как правило, массовая неготовность думать о рынке. И, соответственно, неумение с этим рынком разговаривать. Вот даже вот вы начали с того, что мы хотим поговорить о внедрении инноваций. Внедрение инноваций – это очень такой хороший маркер лингвистический неправильной постановки вопроса. Инновации не внедряются, это бесполезно. Инновации производятся в ответ на потребность рынка. Для чего надо сначала ее осознать или создать, как это делал Стив Джобс и другие великие маркетологи. Но ты всегда говоришь не о том, что у тебя есть какое-то изобретение, а о том, кому оно конкретно нужно. Соответственно, как правило, российские разработчики придумывают какую-то штучку, которая, например, дает 50% экономии. Начинают носиться везде как-то важное. И даже они не понимают, что, например, в готовом продукте эти 50% превращаются в какие-то полпроцента разницы в суммарной стоимости. Они даже об этом не задумываются. И поэтому, как результат, он никому не нужен. И рынку это не надо, совершенно точно. Поэтому получается то, что Женя сказал, что тогда получается, что это какие-то разрушения даже иногда бывают. То есть насильная имплементация этого дает какие-то естественные социальные разрушения. Абсолютно верно. Потому что запроса не было. Вы мне что-то, пардон, впариваете. В конечном итоге мне это не нужно. А потом кто-то другой придет мне с предложением, которое мне наверняка более необходимо. Я уже по старой памяти скажу, нет, ребят, я с вашими инновациями уже сталкивался. Не надо мне. Вот поэтому мы, по крайней мере, в РВК стараемся сейчас больше заниматься не только развитием и поддержкой научно-технологической работы и творчества, что, конечно, важно, но это не только наш фронт. Сколько концентрироваться на развитии именно культуры предпринимательства, технологического предприятия. Потому что это совершенно уникальная фигура. В России очень часто предприниматель воспринимается как вторичная персона по отношению к ученому или разработчику. А на самом деле это первичная. Это тот катализатор, без которого не работает вообще ничего. Можно сделать любые затраты в науку, положить любые деньги в университеты. Если там не будет людей, кто умеет чувствовать рынок и формулировать работу на языке продукта, ничего не произойдет. А где проблема эта вот она? В недрах чего? В недрах ментальности? Надо перевоспитывать просто? Частично ментальность. Во-вторых, опыт. Потому что предприниматель это никогда не просто набор идей. Это всегда набитые шишки. И второй, третий раунд успехов или неудач. И настоящий технологический предприниматель, как называется серийный предприниматель, это всегда человек, который преодолел несколько неудач и научился делать компании или продукты раз за разом. Вот таких у нас, конечно. Я знаю ряд инвесторов, которые принципиально не вкладывают ни в какие стартапы, если создатели или команда этих стартапов не падало там три, скажем, раза. Серьезно. То есть для него это такая лакмасовая бумажка. Сколько раз ты ошибался? Послушайте, ребенок начинает ходить через падения. Он начинает эти падения, начинает ему давать правильность ориентации в пространстве. Совершенно верно. Понимаете? А если мы возьмем опять-таки сейчас то, что РВК сейчас сфокусируется на это, я очень надеюсь. Мы начали тезис, который обозначили, что ожидает бизнес завтра. Это открытые инновации. Что ожидает бизнес завтра? На прошлой неделе мы провели форум Razia.com, где было... Александр, прерву раз ради бога. У нас сейчас пауза. Мы послушаем новости на Финам.ФМ. Потом вы расскажете об этом. Новости. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления ОАО РВК. И Александр Шульгин, общественный деятель, эксперт в области цифровых медиа. Мы обсуждаем сегодня стратегический вопрос, что ожидает бизнес завтра в свете инноваций в современные бизнес-процессы. Ну и Александр. Смотрите, что ожидает бизнес завтра? Это хороший слоган для передачи или для форума открытые инновации. На прошлой неделе мы провели форум Razia.com. Я могу сказать, чем больше сейчас будет таких площадок, где будут коммуницировать люди с правильной вещью, тем будет лучше. О чем? У нас был слоган такой, что ожидает мир завтра. То есть, что ожидает уклад жизни, лайфстайл, так называемый, завтра. Потому что, если мы поймем вот этот лайфстайл завтра, мир завтра, то и бизнес будет отвечать этому процессу. То есть, опять вот в этом. Правильно. То есть, и бизнес. Я надеюсь на то, что, скажем, в следующие мероприятия, которые будут, то и РВК, который начинает понимать вот это, будет подтягиваться и будем совместно что-то делать и с РВК, и с другими институтами власти. В этом же мероприятии или в другом подобном. Потому что, если мы не донесем до масс и не сформируем у них заказ под эти инновации, а кто будет это покупать? Кто будет это осваивать? Логично, логично. Ну, с этой точки зрения, Александр, а вы можете сами сейчас сформулировать, ну, может быть, там, несколько общу, а что ожидает мир завтра? О, будут колоссальные, колоссальные. То есть, с введением, с введением, допустим, таких вещей, как, скажем, cold fusion, да, это связано с энергией, с батарейками, да, с введением таких элементов, как там 3D-принтинг, да, как роботикс какие-то. Это будут колоссальные изменения совершенно. Да, да. Достаточно серьезно обсуждается вопрос о лечении тяжелейших заболеваний, которые всегда считались неизлечимыми и возможности избавиться от них навсегда. И вплоть до того, что уже появилось такое понятие, как synthetic biology, это вообще искусственная жизнь, то есть жизнь полностью сконструированная генетически, заранее заданными свойствами, и которая как бы не эволюционно появилась, а инженерно сконструирована. И вот эти прорывы, конечно, они могут поменять не только нашу жизнь, но они в каком-то смысле ставят под вопрос, что такое природа человека и чем мы станем. Ну вот это, мне кажется, неоднозначный вопрос-то все-таки страшный, я бы сказал. У нас на форуме на прошлой неделе, на Razia.com, был как раз целая сессия, в зал целый день, как раз касается про продление жизни человека. Она называлась immortality, то есть бессмертие. Это как наука помогает продлевать жизнь по разным, разные специалисты, разные специалисты от биопринтинга до всего. Так вот, когда вшла прямая трансляция всего этого, да, то есть у меня есть количество людей, как только начали делать про пересадку мозга, да, и про движение мозга, видно, как график просмотров вот так подскочил до практически сингулярити, да. То есть это то, что интересно обществу сейчас. Это то, как раз, что и формулирует запрос. То есть ты можешь в прямом эфире смотреть это все. И то, что Женя сказал, это действительно сейчас является внутри общества достаточно жаркой и живой темой даже то, что общество еще не сформулировало даже это, но уже отвечает импульсно на то, что происходит. То есть это общество где-то в подсознании, да, оно не совсем понимает, что ему это интересно и для чего ему это интересно. Ну, смотрите, вот смотрите, что такое японское чудо, вы знаете? Да. Что? Слышал. Что? Это связано с экономикой прошлой веки. Ой, нет, японское чудо есть, продление жизни. Они продлили на 22 года после Великой Отечественной, это сейчас средний уровень жизни. Японца всего лишь за 50 лет продлился на 22 года, на треть. Вот это настоящее японское чудо. Не электроника. Вопрос. Вопрос вот по поводу этого глобального, да, глобальной идеи. Ну, понимаете. Не только продление жизни, но еще и в корне изменения, да, субстанции. Это опять же к вопросу о запросах, которые есть у людей. Естественно, там, здоровье, качество жизни, это всегда был один из первейших запросов. Это актуально, да. Да, медицина достаточно давно отвечала. И сейчас происходит тот момент, когда, что называется, количество переходит в качество, когда огромное количество исследований начинает давать результат, который можно уже превращать в конкретные продукты. И, в принципе, у нас даже в портфелях наших фондов, ну, в которые проинвестировал РВК, тоже есть медицинские проекты, которые связаны, например, с тем же старением. И здесь вопрос уже даже ставится таким образом, что общество может довольно драматически поменяться, если произойдут те изменения. И вот как раз-таки одно из тем, которое будет обсуждаться на ММФИ, на форуме открытой инновации, это некие осмысления того, как вообще поменяется общество, когда это произойдет. Ну, приведу простой пример. Сейчас в отношении срока жизни решаются два параллельных вопроса. Один удлиняет время комфортного и качественной жизни, и это происходит довольно быстро, и здесь уже практически можно, там, до 80, до 100 лет вести совершенно годную жизнь. Ну, вот то, что Саша сказал, да, японские чудо. А второй момент, это то, что ставится вопрос о возможном преодолении этого барьера в 100 лет и передвижении срока жизни сильно дальше. И вот тут возникает вопрос, а что происходит с пенсионными системами, а что происходит с структурой семьи, а что происходит с структурой профессиональной деятельности. Возникает такое количество вопросов, что на них отвечать должны уже не только разработчики, а на самом деле политики, все должны, все общество должно отвечать. Вот мы как-то живем вне контекста этих вопросов, а извините, они стоят уже на повестке дня. Жень, ну смотрите, общество не может однозначно сейчас на них ответить, потому что представляют, ну или какое-то представление о том, что будет за пределами столетия, только те, кто инновациями, а общество не готово. Смотрите, вот у нас выступал с Гонконгского университета, который занимается как раз вопросами, как меняется общество. Смотрите, после военной Второй мировой войны сформировалось общество потребления, которое стало делать такое IMI, то есть я мне мое, я хочу владеть, и поэтому это пошло развитие экономическое, бизнес начал удовлетворять это все, медиа начала подпитывать. Сейчас образуется абсолютно новое общество, его называют условным названием Global Nomad, это глобальные кочевники, когда они уже ширят, они не хотят иметь, и они между мегаполисами, между хабами живут. Соответственно, они уже формируют это новое общество, новая раса, скажем так, она будет отвечать запросам, да, уже моды, потому что им нужно будет вот так возить, вот так, допустим, такие-то апартменты для жения, такое-то для ширения еще чего-то, они формируют новое то, что должны уже бизнес отвечать на это, да. И отсюда уже и длина жизни и все прочее будет зависеть именно от новой, вот этой, скажем такой, новой расовой структуры, если мы назовем так, но не в плотном понимании раса, разумеется, да, а вот это, и это серьезная вещь сейчас уже находится, сейчас это такое серьезное движение. Вот главный момент, что общество должно быть готово к изменениям, вот это, пожалуй, главное, что должно быть действительно неким общественным настроением. А можно сказать, что общество не готово к никакого масштаба? Всегда, тогда случается социальная революция. Обязательно идет, когда идет момент, когда наступает эта точка бифуркации, да, которую обязательно находят, и существует то, что не готово, и происходят эти сломы, они всегда, если мы посмотрим историю. То есть это нормальное развитие цивилизации, что называется. Здесь я вот остановлюсь на этом чуть более поподробнее. Да, действительно, революция, бифуркация, это вещь, которая действительно драматически ломается представление людей и общества, и мы к этому, кстати говоря, приближаемся. Понятно, да. Но, тем не менее, вот сейчас момент в технологическом, вообще в социальном плане, он характеризуется тем, что мы накопили такое критическое количество изменений, что надо уже по-другому относиться к будущему, к возможностям, к нашему движению к нему. У нас все-таки, к сожалению, общество, которое предпочитает смотреть в прошлое. То есть сравнивать текущее положение с тем, что было раньше, как-то уповать на какие-то институты, которые раньше работали, а сейчас нет. К сожалению, сейчас институты ломаются во всем мире. Вот приведу простейший пример. В мире происходит просто взрывной процесс трансформации университетского образования. Это незыблемый институт, стоявший в века, столетия и сформировавший культуру стран, городов и так далее. Сейчас лидеры этого движения, ведущие мировые университеты, MIT и Stanford, сами вкладываются в так называемые Massive Open Online Course MOOC, то есть курсы, которые формально, бесплатно предоставляют тысячам, десяткам тысяч людей возможность получения образования высшего уровня. — Естественно, где угодно. Ты можешь сидеть в любом месте и получать гарвардское образование. — С точки зрения бизнеса, как минимум, это нелогично, потому что я создаю сам для себя конкурент. — Но они, естественно, превратили это в другой бизнес. Условно говоря, простыми аналогиями. Если раньше был театр, то это Голливуд. Тоже самое. Та же актерская игра, но ты ее смотришь не в одном месте на сцене, а ты ее смотришь на всех кинотеатрах планеты. — То же самое происходит в образовании. И на это идет сама университетская общественность. Она ломает эти правила. Она не ждет, что кто-то придет и сломает, а они потом будут писать петиции президенту Обаме «Спасите, помогите национальное благосостояние». Вот это и есть готовность к изменениям. Ты должен их возглавить, ты должен ими управлять. — Я ваш подтекст, тем не менее, не слышу. Женя говорит о событиях, происходящих в России в том числе. Мы вне тренда опять или мы пытаемся в этот тренд встроиться, если говорить о тренде? — А мы не сможем в момент новых медиа существующих, мы не сможем остаться вне этой системы. Абсолютно. Мы не сможем. Кстати, Финляндия, которая будет на открытых инновациях страной почетным гостем, сейчас занимает лидирующее место. То есть они бросили все свои силы после Нокиа, когда освободилась. Они сейчас сказали, тогда мы будем лидером в новой системе образования. И на самом деле ряд финских систем считаются сейчас номер один в мире, даже опередив системы сингапурские и признанные. И там интересная вещь. То есть не только система, когда мы можем просто вебинар. Кто-то говорит и делает, потому что меняется система. То есть система образования университетов не всегда была такая, как сейчас. — Вебинары — это просто техника подачи. — Абсолютно. Но все равно это система пущения. Это не так. Потому что если мы посмотрим первые системы, платоновские, аристотельские, они были совсем по-другому сделаны. Они не были по системе «главный командует всем». Они были вовлечения людей. Потому что когда у тебя в классе сидит 50 человек, они по-разному воспринимаются, с разной скоростью, с разной глубиной. А когда ты сделал одну лекцию и ушел на вторую, на третью, это не значит, что они закрепили. И новая система, скажем, аристотельская как раз была. Тогда, когда вовлечение людей в процесс, в процесс образования путем создания чего-то, в практическое образование, она дает, когда человек, во-первых, ты ему смотришь, с какой стороны он лучше образовывается в этом процессе, где его лучшее качество усиливается. — Что ему ближе. — Это другая вещь как раз совершенно. Поэтому она будет меняться образование не только потому, что будет дистантная, идет детеймент, но будет меняться структура всего абсолютно образования в понимании всего, вовлечения в процесс создания какой-то задачи. А не просто, скажем, тютеринг. — Да, я согласен. И тем не менее, мы говорим о том, что общество должно каким-то образом наполниться изнутри, для того, чтобы на этот новый этап, на этот новый уровень перейти. Вот это наполнение, оно как выглядит? — Приведу один очень наглядный маленький пример, который показывает, условно говоря, как это работает. Недавно было измерено, что распространение смартфонов среди китайских крестьян дало рост ВВП Китая, измеряемый там единицами процентов. И вопрос, с чем это было связано? Ответ очень простой. Эти люди через смартфоны получили доступ к информации о сельском хозяйстве, агротехнической. То есть, грубо говоря, они начали лучше сеять свой рис, лучше выращивать, и это дало эффект, измеряемый процентами ВВП Китая. А это большие деньги, между прочим. Это все-таки огромный... — Причем речь идет о проценте, не связанной с реализацией этих смартфонов, да? — Конечно. — А именно... — А суммарной отдачей на сельскохозяйственный процесс. То есть, это говорит о том, что, грубо говоря, когда у тебя есть возможность, ты начинаешь пользоваться, и она меняет. И вот в свое время, там, в том же Советском Союзе это решалось через создание, там, системы агротехнических университетов, а сейчас достаточно купить смартфоны. — Жень, мы приведем все новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сегодня мы ожидаем... Сегодня мы говорим, точнее, на тему, что ожидает бизнес завтра в свете инноваций, в современные бизнес-процессы. Я хочу напомнить, во-первых, да, сегодня в студии бизнес-класса Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления ОАО РВК, и Александр Шургин, общественный деятель, эксперт в области цифровых медиа. И еще раз напомнить, уважаемые слушатели, для вас, телефон студии 6510-996, код Москвы-495, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Тема очень интересная. Ну, и, я бы так сказал, тема глобальная. Мы сегодня уже такие космические вещи обсуждаем. Жень, ну и вопрос, да, продолжим разговор о том. Итак, в качестве примера, вот, что ты, да, хотел рассказать по поводу того, как общество должно, чем оно должно наполниться, чтобы, так сказать, его переход на новый уровень был, ну, логичен и наименее затратен, что наименее драматичен. Ну, это довольно сложный вопрос. Попробую ответить просто, хотя он затрагивает одну из самых малоизученных в российской, скажем, экономике тем, он, так называемый, социальный капитал. Вообще говоря, инновационная экономика, это очень сложная экономика. В ней надо делать очень много шагов, не имея подтверждения, что шаги правильные. Вот весь венчурный бизнес устроен из того, что ты по чуть-чуть даешь деньги в проект и ждешь, что он состоится. Он может не состояться, и большая часть венчурных проектов проваливается. И более того, ты к этому готов заранее. И ты к этому готов. И так устроен весь бизнес, чтобы выигрыш покомпенсировал все другие проигрыши. Но вся эта конструкция работает только если в обществе есть высокий уровень доверия. И доверие это, на самом деле, такой же капитал, это такой же социальный капитал, который напрямую конвертируется в деньги. То есть, если ты веришь, что этот человек честный, он, скажем так, честно делает свою работу, то ты, в принципе, можешь дать ему денег рискнуть. А если ты его не доверяешь ему, то даже если он, условно говоря, принесет закладную, все равно ему страшно давать деньги. Вот наша проблема России в целом, это, конечно, очень низкий уровень доверия. Мы никому не верим. Не верим ни вертикально там, снизу вверх, ни горизонтально никому. И это очень сильно разрушает. И на самом деле это большой вызов к культуре, к масс-медиа, ко всему прочему. Потому что это то, что накапливается на самом деле, то, что надо воспитывать. У нас огромный дефект, что мы все пытаемся строить очень прагматичное общество, в котором можно что-то посчитать, сосчитать и на основании этого сделать. На самом деле так это не работает. И давно измерено, что самыми, так скажем, эффективными в том же инновационном плане оказываются те комьюнити, которые исторически имеют высокий уровень связи и доверия. Очень простой пример. Во всех крупных университетах есть так называемые ламни, выпускники. И огромная часть первых сделок и первых инвестиций делается между богатым выпускником и студентом или профессором университета, который только что-то изобрел. То есть первые деньги в университетские стартапы, как правило, приходят от выпускников. Это вот та же модель MIT и других ведущих университетов. Но это что называется, да, камильфо, так принято, это жест доброй воли или так выстроена бизнес-модель? Во многом и так и так. То есть во многом это делается в форме такого черити, то есть благотворительности и желания помочь своим друзьям. Да, потому что я есть учился, да, и с этими людьми меня многое связано. Но во многом это делается именно потому, что люди, прошедшие эту школу, знают ее качество. И условно говоря, они доверяют этому, да. И вот эта история про то, как доверие, социальный капитал конвертируется в капитал финансовый. Это, конечно, для нас сейчас огромная проблема. Вот все те конфликты, которые сейчас вокруг нас развращаются, это, конечно, конфликты недоверия. Никто никому не верит, что так можно, а так нельзя. И это чрезвычайно разрушительная история. То есть деньги, к сожалению, не могут начать заходить в те проекты, в которых не возникло доверия. Очень простое правило. Саш, ты как думаешь, социальный капитал вообще с помощью инноваций, может быть, можно приобрести? А я вообще не считаю, что нужно чем-то заполнять, да, или наполнять. То есть вообще жизнь это такая река, да, которая постоянно течет. Она сама заполнит то, что нужно. Она сама заполняет. Вот, допустим, я достаточно уже прожил, и я вижу, вот по своему опыту, да, я недавно обнаружил, что, оказывается, я всю жизнь работаю в инновационных каких-то, каких-то, вот в инновационных. То, что оно было, да. Всю жизнь я это делал, потом говорит, боже мой. Да, а это кажется, слушайте, ну вот сейчас вот мы смартфоны сказали, да, но так это кажется совсем недавно, еще 15 лет назад, люди говорили, что как телефон мобильный? Это же такая роскошь, это стоил там 5000 долларов или еще. Только как потом, когда масс-маркет падает ниже определенной цены, допустим, вот сейчас мы ожидаем, что смартфоны будут стоить ниже 100 долларов, к примеру, да, а потом будут стоить ниже 50 долларов в 2015 году, что даст вообще как бы наполнение полностью, полностью будет, да. Но наполнение ли это, или это река времени, да, то есть наполняем ли мы, или мы просто движемся вот это вот, мы движемся, 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 и вода, она же всегда свою там щелочку ищет как бы, да. И вот это все, вот эти венчуры, они вот там с учеными вместе где-то находятся на передовой, идут, но это движется... Просто надо набраться терпения, видимо, да, в определенном смысле слова и верить в то, что... Здесь я полностью поддержу, потому что вот, скажем, три года назад, там, впервые придя в РВК, ну, больше трех лет уже, у меня было, конечно, значительно более пессимистическое ощущение относительно сроков и возможности что-то изменить. А сейчас огромное количество процессов начинает довольно быстро приходить в движение. Ну, вот приведу такой пример, мы больше трех лет поддерживаем крупнейший российский предпринимательский конкурс BIT, бизнес инновационных технологий. И в ходе, в нем сейчас там 14 регионов, около там 1300 стартапов и все прочее. Вот еще там какое-то время назад там получались, ну, единичные удачи. А вот последние два года финалисты BIT, это где-то около 20 компаний, подняли после конкурса больше 25 миллионов долларов инвестиций. То есть это вообще отдача на рубль наших затрат, она такая, которая ни одному венчуру не снилась. И видно, что компании пошли. Причем самое интересное, неожиданное, что они идут не только из тех мест, где мы ожидаем, там, Новосибирск или Москва. Например, замечательно, очень популярный стартап-дисплеер, который делает такой голографический трехмерный экран, который можно руками управлять из проекции на струю пара. Это проект, сделанный в Астрахани. Казалось бы, откуда мы знаем, что в Астрахани технологический центр? Но там были грамотные предприниматели, там есть очень грамотная команда, которая, условно говоря, менторы, они там делают даже технопарк. Вот наш фонд инфраструктурных инвестиций совсем недавно проинвестировал в этот проект. Есть просто грамотная команда предпринимателей, которые не только сами умеют деньги зарабатывать, они всех учат вокруг себя. И оттуда уже год за годом поступают великолепные стартапы. Вот понимаете, а вот еще один маленький пример. Вот знаете, попробуйте угадать, какой город в России является мировым лидером в области электронной коммерции. Даже не пытайтесь. Ульяновск. В этом городе появилась компания, и не одна, их уже несколько, которая сделала самый лучший проект интернет-магазина, который сейчас победил конкурента и съел конкурента на Фейсбуке, стал номер один продавцом в области электронных магазинов, которые делает каждый конкретный покупатель на своем сайте. Вообще проект, развивающий взрывом. И там вокруг него образовалось сразу несколько таких компаний. Ульяновск, казалось бы. Вот главное, чтобы появлялись предприниматели, и все начинает... Это то, о чем Саша говорил, да? Да, конечно. То есть это вот вода текла, 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 вот она притекла в Ульяновск, и там случилось то, что случилось. А если бы мы ходили, да, и лопатами, или там гребли-гребли-гребли, результат мог быть... А какой эффект у Казани сейчас? Интересно в том, что вот я сейчас там встретил стартап хороший, да, Тентрекс называется. Он из Казани, но туда приехал парень с севера, в Казань, чтобы сделать свой стартап и масштабировать его. В Казань поехал, зачем-то он туда поехал? Да, потому что там есть Центр инновационного развития. Конечно, то есть это уже начинает работать, и молодые ребята стремятся туда попасть, идти туда пешком, доходить для того, чтобы там находить и развивать свои идеи. Пешком это символично. Ну, конечно. Я вспомнил просто Михайло. Я тоже. Некого Михайла Ломановцева, который тоже вещи великие делал, пешком при этом передвигаясь. Великий новатор, кстати. Да, кстати, великий новатор. Саша, тебе вопрос, что такое инновации в моде, в спорте, ну и в развлекательной сфере, все-таки, в этом профессиональном. Смотрите, как поменялся мир, да. Вот инновационный сервис YouTube совершил революцию на сегодняшний день. Я вот лично был свидетелем в Сингапуре сейчас, когда YouTube сделал свой первый фестиваль, называется YouTube Stars. Я такого видел, наверное, в 80-е годы, когда визжали на популярном хард-роке тогда, да, такой популярный был. И видел по видео, когда Битлз приезжала в Америку, да, на черно-белом видео, когда визжали, да. То есть я имел возможность посмотреть два концерта. Один был Aerosmith, да, значит, где было где-то 10 тысяч народа, и они пели один хит за хитом, и там такое было вау, с затуханием. И я слышал несколько часов, без пристанного визга фанатов, да, когда выходили молодые ребята, да, которые никогда не были ни в какой медии, кроме YouTube, но у которых есть по полтора миллиарда просмотров или по 600 миллионов просмотров, и у которых есть армия фанатов. И это совершенно произошло не потому, что Gangnam Style Psy сделал, да, побив все, а получилось то, что побило сразу же Aerosmith. Это ты видишь, когда, это ты видишь разницу многомиллионную, ты видишь, как ночами возле этого девочки спят возле отелей, да, это совершенно другая революция музыкальная. Для них окно YouTube оказалось той же медиа, что когда-то было для наших родителей кнопка единственного канала. Я боюсь произнести этот вопрос, но тебе как профессионалу, понимаешь, с точки зрения музыкального профессионализма ничего не поменялось. А Aerosmith и ребята, которые в YouTube набрали там огромное количество поклонников, ну... Понимаете, здесь не в этом дело. Здесь ситуация, музыка никогда не должна мериться, не должна, понимаете, вот что мериться? Мы не можем по, скажем так, по технике, да, и по инструменту мерить, мерить что-то. Мы не можем говорить о том, что, ага, Лев Толстой не заканчивал, не заканчивал, значит, литературный институт. Да, я понял. Техника писания у него была не очень такая, ручка была так, ручка плохая. Правописание хромало. Да, хромало или еще что-то, поэтому он не писатель, понимаете. Дэц никогда не мерится, понимаете, этим, не мерится, техника или еще. Мерится том, как ты эмоционально, вот почему сейчас еще новая вещь, почему новые медиа меняют все, медиа становится эмоциональной. Как ты эмоционально воздействуешь. Все, это единственная вещь. Через символы ли ты инстаграма воздействуешь, через картины ли Леонардо да Винчи, через большие рассказы, как Лев Толстой писал, три с половиной страницы, только описывал руки Пьера Безухова, который играет в этом. То есть я понимаю, что вот это все тобой перечислено, это некие инструменты, да, которыми мы можем воспользоваться, чтобы достучаться, ну, извините опять за пафосную фразу, до души, да, через эмоцию. До генерации. А такая генерация уже, когда взят, она уже выбирает под собой уже какие-то более глубокие фрагменты, да, идет, ищет уже более серьезных писателей или где-то. Или им достаточно, там, скажем, вот так, зайти в музей, посмотреть, и они сделали пробежаться условно. Но музей своего возраста имеется, своих ситуаций. Это, скажем, это вот то, что сделалось в визуальной, аудиовизуальной, скажем, индустрии, да. Мода также меняется. На сегодняшний момент, через пять лет, уже не будут, там, скажем, накатывать к рисунке на майку, ее будут распечатывать. 3D-принтер будет распечатывать. И, скажем так, востребованность будет в макетах, где вот я обзашел, увидел какой-то прототип дизайна, мне понравился, я нажал, у меня распечаталось, я пошел, мне понравилось, я напечатал другую. Все. Значит, 3D-принтер — это вещь, наверное. Вот один из примеров. Хотел бы здесь очень важный момент остановиться, что в чем основные возможности для бизнеса всегда существуют. Вот периодически технологии открывают то, что называется окнами возможностей. Это какие-то новые сферы, куда врывающийся снимает просто сливки и берет там суперприз. Ну, как, например, Microsoft ворвался в свое время в разработку программного обеспечения, или как Google ворвался в сферу поиска. Вот такие окна периодически открываются, чуть побольше, чуть поменьше. И если ты готов, ты снимаешь богатую жатву. Вот про индустрию развлечений сейчас, конечно, произошел очень важный перелом буквально в прошлом году, если не ошибаюсь, когда доходы от компьютерных игр превысили доходы от кинопродукции. А компьютерные игры это не требует ни Голливуда, ни сумасшедших затрат, ни всего прочего. Это то, что может делать, что называется, на коленке в гараже. Например, вот в СНГшном пространстве есть один из крупнейших разработчиков компьютерных игр. Его знают, наверное, все там, кто молодой, играет в World of Tanks. Я не играю, но я просто знаю, что она есть. Они вышли на операционные доходы, которые, вообще говоря, мечтают получать крупные студии, как игровые, так и неигровые. И таких примеров много, то есть это не требует каких-то больших вложений. Здесь очень важный момент, что, знаете, в России есть очень пренебрежительное отношение к IT-интернету и к стартапам в ним. Что это все баловство, а на самом деле серьезные вещи, это там железки, самолеты, все прочее. Вы знаете, вот тут я что скажу, как только история в области IT сомкнется с историей в области биологии, это будут называться датчики, импланты, специальные инструменты интеграции человека и машины, вот тут мы поймем, что это началась действительно настоящая эволюция. Новая парадигма. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Напомню еще раз, мы сегодня говорим о перспективах, что ожидает бизнес завтра. Ну и рассматриваем это в сфере инноваций, в современные бизнес-процессы. В гостях у меня Евгений Кузнецов, директор по трагическим коммуникациям, член правления ОРВК, и Александр Шульгин, общественный деятель, эксперт в области цифровых медиа. Саша, ну, нашим зрителям, ты знаком еще и по другим и по стасям, нашим слушателям. Вот в частности вопрос тебе, как непосредственно человеку, который давно профессионально занимается, как это сказать, продюсированием, занимается искусством. Давай так. Нормально? Ну, вопрос от Ирины Поляковой. Александр, скажите, считаете ли вы венчурными инвестициями свои вложения в начинающих музыкантов? Много ли денег требуется, чтобы вывести на рынок новую звезду? Ну, бог с ними, с деньгами, если, собственно, об этом это не главное. Действительно, вот есть взаимосвязь. Смотрите, я сказал о том, что я всегда в инновационном бизнесе, если посмотреть, да, и то, что связано с первым заводом лазерных дисков, да, значит, и, слушайте, какая инновация была, слушайте, компакт-диск, а, все, как так. После винила-то, да? Конечно, после кассеточек. И кассеточки тоже были, никто не верил на эти маленькие штучки. Так вот, то, что мы сделали тогда, и первые там фирмы грамзаписи сделали, да, и первые, значит, дистрибляционные сервисы, поставив это, мы начали делать, я лично вот это начал делать, это были венчурные инвестиции в новые проекты, которые тогда, это был 94-95 год, так появились наши стартапы, куда мы вложили и Иванушки Интернешнл, и Мумитроль, и ряд еще других, но были стартапы, которые не вышли. То есть мы начинали какие-то пассивные, мы давали какие-то milestones, да, если он не выходил туда, то из трех стартапов классических, там, кто-то выживал, кто-то не выживал, это делалось, тогда это было интересно, тогда это было. На сегодняшний день это уже неинтересно, по простой причине, рок-н-ролл сегодня в других местах, в биотеке, сегодня рок-н-ролл, то есть рок-н-ролл был инновационным, и процесс этот был инновационным, не сформировалась никак индустрия прозрачная, то есть непрозрачность музыкальной индустрии делает ее неинтересной на сегодняшний день, и она уже не успела, потому что на сегодняшний день новые медиа и новая среда сформируют новую, скажем, платформу для такой же, скажем, культурологической формы развлечения людей, но не в той форме, которая существует. Точно так же, как меняются стили, направления и модели, значит, был театр, а стал Голливуд, а стало вот это, то и модель между взаимоотношениями, между того, кто развлекает, будут ли это артист, актер, певец, то есть это будут новые формы. То есть на сегодняшний день вкладывать куда-то, чтобы иметь long-term, длинные какие-то стратегии, очень опасно и неэффективно, скажем, да, но, конечно, безусловно, ангельские инвестиции в те или иные коллективы творческие, они есть, были и будут, начиная от Дягилева, заканчивая там, не знаю, как им дядя Петя сегодня, который, значит, чего-то там вложил. Но это непрозрачный бизнес, он такой, он некорректный в этом, из-за этого очень много проблем. А инновационный бизнес, он все-таки очень прозрачный, тем он отличается четким прогнозированием и четким пониманием выживаемости, если у него хороша идея. Ну, кстати, именно поэтому, может быть, он не может быть непрозрачным, да, потому что ты настолько загадываешь в какой-то степени, да, насколько ты пытаешься определить. Поэтому с 99-го года я абсолютно с 2000-го ушел чисто вот в диджитал-среду. Именно потому что там это все неинтересно. Ну, там не сложилось, там осталось вот в том месте, в котором сейчас болото, и которое справедливо все критикуют. Согласен, согласен. Ну, в чем поддержу Александра, что сейчас глобальные звезды, это прежде всего люди технологические, то есть фигура там Стива Джобса, она, в общем, вполне самоштабна в фигуре Че Гевара, например. То есть это человек, который поменял жизнь очень многих людей. И, кстати говоря, ведь основное достоинство того же Джобса и айфона состоит вовсе не в том, что он как-то качественно, технологически лучше. Как раз-таки это могут сейчас и китайцы, и корейцы довольно легко воспроизводить. Он придумал другое, он придумал бизнес, он придумал Apple Store, он придумал, как любой программист может загрузить свое приложение и сам на этом заработать. Он придумал среду. И вот это вот очень важный момент. Вот бизнес совершенно не всегда состоит в железке. Бизнес состоит в том, что ты понимаешь, как ведут себя люди, как на это ответить. И вот это, конечно, очень такой важный момент. Про конвергенцию, то есть про взаимопереплетение разных видов бизнеса, это сейчас на самом деле то слово, которое будет управлять, наверное, всем столетием. Вот приведу пример, например, в науке самая динамично развивающаяся область, это конвергенция, например, биоинформатика или психолингвистика. То есть все сферы, в которых науки, переплетаясь, дают что-то новое. В бизнесе то же самое. Инструментарий шоу-бизнеса применяется фактически в финансовом бизнесе. Это произошло исторически, вот я приводил пример, что понятие бизнес-ангел, это вообще-то бродвейское понятие, это придумали, когда первые деньги на шоу создавали. Это вот конвергенция, она и дает новые возможности. Вот в каком-то смысле бизнес, как технология, это и есть основной предмет для инвестиций, для инноваций точнее. То есть ты изобретаешь новую форму бизнеса, и ты получаешь приз. Если ты пытаешься действовать по старинке, даже если у тебя есть супертехнологическая история, ты на ней не выиграешь. Тот же самый инфотеймент. Да. Сейчас ведь сейчас нету инфо, да, сейчас есть ближе, идется-идется к инфотейменту и эдутеймент, да, то есть через вот и нечистая развлекательность, и нечистые вот это, да, вот это вот новые модели, которые движутся. Маленький пример конвергенции. Все там знают, есть такая компьютерная игра Counter-Strike. Именно на ее платформе были разработаны инструменты, симуляции, на которыми сейчас пользуется американская армия для тактического управления пехотинцев в бою. Вот вам идиотеймент и все на свете. Вот эти вот конвергенции, вот в прошлом году прошел в Израиле специальный конгресс айтишников и военных, где они обсуждали, как разработанные в играх и в других айти приложениях решения можно переносить в армию. Вы знаете, это очень важный момент, вот я на нем чуточку восстановлюсь. Если нам привычно психология, что есть там заказчик, сидящий очень высоко, он ставит задачу вот разработать такую-то ракету, такую-то корабль. Потом ученые ее получают, разрабатывают методы, потом инженеры это строят, мы получаем нужный корабль. Вот эта технология, к сожалению, осталась в 20 веке. И сейчас все... К сожалению, ты сказал. Ну, к сожалению, для тех, кто ее продолжает исповедовать. И, к счастью, для тех, кто ее не исповедует, изменилась сама модель. Сейчас новые решения не заказываются в прямом смысле, они ищутся. Именно поэтому вот есть данные последнего доклада по науке, который делал тот же MIT и другие ведущие американские центры, что объем патентов и исследований ведущих технологических корпораций за последние 10 лет упал почти в 10 раз. И мне нужно... Они не создают собственных лабораторий. Они создают фонды и другие инструменты, так называемый краудсорсинг, которые ищут идеи. И это оказывается быстрее. То есть много-много разработчиков, изобретателей, ученых, кто пробует и находит новый эффект, они могут включиться в деятельность компании в открытом режиме и начать уже взаимодействие с ними, создавать какой-то мегапродукт. Это то, что как раз и называется открытой инновацией, то вообще, чему посвящен форум. То есть сразу нужно о каком-то результате говорить. Да, да. Я помню прекрасно, это был конец 80-х, начало 90-х, когда мне попалась книга интересная, да, значит, на языке. Я начал читать, и там было написано модель, которая меня зацепила, да, то, что вертикальная модель сейчас прекращает существование, будет саларная модель, да. Я долго думал, что, и то, что мы сейчас видим, происходит то, что вертикаль заказов, вертикаль команд и всего прочего меняется на саларную модель. И вот то, что сейчас есть, не нужно держать, когда у тебя равноудаленные вещи существуют, да. И это модель общества на сегодняшний день. Как сказали еще по-другому словам, большая деревня, да. То есть цифровая среда — это большая деревня, где все существуют не в жесткой иерархии. И вот сейчас самые такие неожиданные прорывы, они приходят, как правило, без заказа. Вот даже как вот выстроена работа того же фонда Дарпа, который вот знаменитый американский военный фонд, вкладывающийся в самые прорывные вещи. Они формулируют только задачу, идею. Они никогда не формируют конкретный заказ на решение. Он сюда приходит с рынка. Вот самую такую вот эту идею довел до совершенства один очень известный американский, скажем так, предприниматель Питер Диамандис. Мы его ждем на наш форум. И это, конечно, звезда мирового уровня. Он вместе с Курцвейлом создал там в свое время Институт Сингулярити и вообще много других вещей. Он в свое время создал фонд X-Price, который создавал конкурсы. Вот мы все знаем историю про один конкурс. Они сделали конкурс на космический корабль, который может выйти на суборбитальный порет. Такой челнок. Вот самый конкурс, который профинансировал Virgin Galactic. Брэнсон. Да, да, да. И который, в общем-то, уже... Стань звездой. Да, да, да. И он уже произошел, да. И сейчас они создали несколько сразу конкурсов, у которых, вообще говоря, задачи поражают воображение. То есть там один из конкурсов, это они готовы заплатить 50 миллионов долларов первому, кто вырастет полностью живой орган человеческого тела из стволовых клеток, например. Или второй конкурс, это тот, кто сделает полностью работоспособную диагностическую систему на айфоне. Это вам не конкурс Евровидения. Да, да, да. Ты все в своем. Я вошел. Вот, и вот эта история с конкурсами, это совершенно, как видите, другая парадигма. Жень, подожди, а идеи для этих конкурсов, откуда они берутся? Они же тоже не из потолка, наверное, это все вещи реальные. Да, идеи берутся из той дискуссии, которая ведется, вообще говоря, вот среди технологических визионеров. Фатурологами. Да, то есть те, кто это видит, тот, кто это чувствует. То есть вот те, кто, условно говоря, поверил, что это возможно. И они, условно говоря, договариваются, а вот давайте мы вот такой конкурс объявим. И, как ни смешно, очень хорошие результаты. То есть вот эта краудсорсинговая модель обнаруживает, что люди в неожиданных местах дают красное решение. Вот последнее, что поясню, вот в Apple Store, то есть в программах, в аппликейшенах для iPhone, большая часть разработчиков — это русские программисты. Об этом никто не говорит. На самом деле большая часть денег ими поднимается. Мы их никто, условно говоря, не видим, но они включились в этот глобальный рынок, потому что появилась удобная платформа. Естественно, эти деньги, которые они зарабатывают, они на самом деле здесь, они их тратят, они их создают из этого потребления, то есть экономическое движение. А кто про них когда вспомнит? Вот новая модель, вот эти открытые инновации. А это они покупают свои Apple. Apple. Ну, не только они еще кушают. Александр, вопрос, мало времени, но, может быть, просто, так сказать, конспективно, что ли. Государство, государство, оно во всем этом заинтересовано, безусловно, во всех этих процессах. Конечно. Но, с другой стороны, может, лучше уж не вмешиваться, уж пусть лучше, да, сами все делают, это, как показывает, практика гораздо лучше иногда бывает. Вот это, знаете, наш принцип от РВК, который мы стараемся соблюдать, несмотря на всю критику. Мы не должны заменять собой рынок. Мы должны помогать рынку в тех местах, где он не может справиться сам. А это, к сожалению, бывает. Рынку, он хорошо работает там, где уже сложились условия, но всегда сначала нужно эту ситуацию создать. Мы много рассуждаем про Silicon Valley, про то, какая она прекрасная и так далее. Но многие годы американское правительство закачивало туда деньги на военные разработки. И только тогда возникла среда. Мы стараемся делать то же самое. Создавать среду, создавать стартаперские движения, создавать фонды. Ну, не только мы это делаем, там и другие институты развития, все в этом стараемся. Но, если кто-то начинает подменять собой рынок, там активно инвестирует, это, конечно, опасно. Потому что рынок должен научиться делать сам, мы за него это не сделаем. Как ты думаешь? Знаете, я никогда не работал в госструктурах, я всю жизнь работал вот так. Я привык все делать своими руками. Я вижу, конечно, потому что если ты работаешь в инновационном секторе, в быстром, да, то в государстве, как правило, работают люди, редкие, как у Джени есть, люди, которые достаточно консервативные. Совершенно верно. И поэтому возникает нечто такое. Не состыковка. Не состыковка. Может быть, иногда, да, не состыковки зачастую возникают. Но возникают такие, знаете, как на Формулу-1, такие, когда ты раз, и вроде бы рядышком идешь, и начинаешь помогать. Вот эти вот резкие, мембранные вот эти соприкасаются, они дают очень хороший эффект. Да, может быть, так и надо. И обратные движения. Может быть, так и надо, да. Друзья, огромное спасибо. Очень интересная у нас беседа. К сожалению, время закончилось. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления ОАО РВК, и Александр Шульгин, общественный деятель, эксперт в области цифровых медиа. Мы попытались сегодня поговорить о том, что ожидает бизнес завтра. Я надеюсь, более-менее это стало понятно. Ну, и также надеюсь, что мы не последний раз в эфире, в бизнес-классе. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. До свидания, всего хорошего.